Динамика для автомобиля такого класса и такой мощности 7,4 секунды до сотни. При этом машина может укомплектовываться как и механической коробкой шестистепенчатой, так и шестиступенчатым автоматом, который очень адекватно переключает передачи, подтягивает уже с низких оборотов, и вы не чувствуете себя абсолютно обиженным в динамике. Панель двери имеет стартый с черным глянцем и соответствующей подсветкой. Теперь вернемся к комфорту. Действительно, мы думали, что стоит в презентацию, и это было бы очень длинно и утомительно, поэтому остановимся только на основных вещах. Понятно, что на таком автомобиле, конечно, не хочется, учитывая нашу замечательную питерскую погоду, подходить к абсолютно грязному автомобилю, багажнику, пытаться его найти, кнопку, где его открыть и так далее. Поэтому очень комфортная и удобная система без контактного открывания багажника. Опять же, открытый багажник подчеркивает бизнес-классового автомобиля. Вы не увидите нигде голого металла, обшито очень качественным материалом. Зарядное гнездо для зони задних пассажиров, ну это ерунда. А вот эта вещь, которую я действительно пока в автомобилях такого класса еще не встречал. Это беспроводное зарядное устройство, которое поддерживает зарядку гаджетов, определенных, имеющих беспроводную возможность зарядки. То есть есть специальная ниша, вы включаете зажигание, включаете режим зарядки, и у вас кладете в эту нишу прибор, и у вас, собственно, заряжается без контакта. Светодиодная подсветка салона достаточно мягко включается и выключается, и достаточно яркая для того, чтобы можно было комфортно себя чувствовать в салоне, если вам нужен свет. Шторки на задних дверцах. Триксекционная прозрачная крыша, про которую я говорил, она, конечно, создает ощущение, особенно в автомобиле сути, и она создает ощущение, что вы не просто не за рулем автомобиля, а за рулем какого-то суперджета. Приветственное освещение, ну это уже, скажем так, бизнес-класс от темы отличается, что в определенных мелочах. При открывании автомобиля у вас будет подсветиваться даже ручка автомобиля. Теперь безопасность. Понятно, что в автомобиле такого класса безопасность это очень важный элемент, поэтому Kia уделила максимум внимания именно безопасности в машине, опять же, учитывая ее динамический характер. Соответственно, в машине семь подушек безопасности. Две фронтальные, две боковые шторки, коленная для водителя. Машина получила абсолютно по всем тестам пятизвездочную оценку по Евро-НК. И, соответственно, в своем классе является одним из самых безопасных автомобилей. Теперь вещи, по которым мы говорили. Динамическая подсветка поворота. Это при повороте руля, положение руля оценивается, подключается боковая подсветка. Очень удобно, особенно если вы поворачиваете слабоосвещенную зону. Тем самым световой пучок у вас как бы смещается относительно вашего пути. И вы видите, что вас ждет за поворотом. Система кругового взора. Наличие четырех камер позволяет вам создавать картинку, наблюдать не только то, что происходит у вас там спереди и сзади, но и также картинку сверху, наблюдая относительно того, как вы паркуетесь или ваше местоположение относительно автомобилей. Ну, это уже обязательный элемент в машинах такого класса. Система мониторинга слепых зон, которая позволяет вам, подсказывает вам в случае, если действительно в слепой зоне находится автомобиль. И, соответственно, подсказывает в случае, если сзади автомобиль очень близко приближается на безопасном расстоянии. Система выезда с помощью парковки позволяет вам достаточно уверенно задним ходом выезжать с перпендикулярной парковки, потому что она вам всегда подскажет, есть ли какие-то движущиеся объекты или препятствия, возникшие неожиданно при выезде. Система помощи при парковке как параллельная, так и перпендикулярная. То есть, благодаря ультразвуковым датчикам и системе, которая управляет электроусилителем руля, машина самостоятельно может парковаться. Итак, в принципе, я закончил свою длительную и, пожалуй, чувствую уже утомительную для вас презентацию. Еще раз, ну не знаю, даже не то чтобы призываю, наверное, призываю, сходите, очень здорово рассказывают, но самое лучшее ощущение это сесть и попробовать самому. Поэтому у вас есть сейчас уникальная возможность осуществить тест-драйв, причем климатические условия позволяют сделать это достаточно в экстремальной ситуации. И я вам скажу следующее, что вы будете, конечно, приятно удивлены, в очередной раз выйдя убедившись, что это автомобиль марки Kia, который действительно задает тон в бизнес-классе. Хочу сказать следующее, что, вы знаете, мы продаем автомобили Kia уже достаточно давно и честно признаюсь, что автомобили этой марки, они действительно, мало того, что они стратегически очень толково и грамотно разрабатывают свой модельный ряд, они нас каждый раз удивляют своими новинками. Новинками в технологическом плане, новинками в дизайне. При этом, действительно, во многих вещах они уже действительно в авангарде. Если раньше мы считали, что они копируют или перелицовывают европейские или американские автомобили, то сейчас они как раз задают тонну и моду на дизайн. Так вот, давайте так, я вас призываю еще раз почувствовать комфорт и азарт и попробовать потестировать автомобиль. Спасибо за внимание, очень надеюсь, что вам понравится сегодняшний наш вечер и вы действительно получите удовольствие от вождения автомобиля. А со временем станете счастливыми его обладателями и этот комфорт и азарт станет вашим повседневным ощущением. Новая Киа Оптима Азарт Современная городская жизнь стала более динамичной, чем когда-либо. Новая Киа Оптима Новая Киа Оптима Азарт А вот и возмутитель спокойствия. Стильные штрихи в облике оптики отличают ее от мирных собратьев. Любой, кто ищет большие динамики, отборит в центре в головной оптике, решетке радиатора, спойлерах, легкосплавных дисках и в других элементах. С первого взгляда очевидно, что Оптима GT совсем другая кровь. Здесь все очень серьезно. Новая Киа Оптима Азарт Динамики и роскоши от передних воздухозаборников, новые выразительные решетки радиатора и высокотехнологичной головной оптики, далеко сплавных колес и исячных хромированных акцентов. В новой Киа Оптима воплощен образ сегодняшней жизни современного человека. Как мы общаемся, как отдыхаем, как взаимодействуем с современными технологиями. Оптима – решительный шаг в новую эру интеллектуального транспорта. Продолжение следует... Новая Киа Оптима Уже здесь, уже с нами, уважаемые дамы и господа.